Конфликт между жителями села Караспан и полицейскими начался возле этого кафе. Все произошло 10 февраля. В этот день в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий возле одного из кафе стражи порядка заметили граждан Республики Узбекистан. Представившись полицейские в соответствии с миграционным законодательством Казахстана попросили предъявить документы, однако у них при себе документов не оказалось. В это время из кафе выбежали два человека и набросились с кулаками на стражи порядка. Такова версия Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области. Между тем местные жители заявляют, это полицейские превысили свои полномочия настолько, что в результате пострадала женщина, владелица кафе. «Они меня схватили за руки и, матерясь, ударили так, что я упала. Рядом с кафе есть водосборник, который огорожен камнями. Я головой ударилась о камень так сильно, что у меня дыхание перехватило». Согласно официальной информации, мужчины, внезапно набросившиеся на полицейских, сорвали с них погоны, порвали рубашки и нанесли телесные повреждения, за что и были привлечены к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан – оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Ордобасинского районного отдела внутренних дел сразу по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан – это применение насилия в отношении представителей власти и оказание сопротивления. В тот же день судом был санкционирован арест двух местных жителей. Уголовное дело в настоящее время с обвинительным актом направлено в суд и сейчас находится на рассмотрении районного суда. У местных жителей своя версия дальнейшего развития событий. По их мнению, их родственники пострадали не только от полицейского произвола, но и потому, что не нашли денег, чтобы откупиться. Они с меня деньги требовали. Я им сразу сказала, что у меня нет таких средств. Сама с четырьмя детьми с Китаясь по квартирам. Своей крыши нет. Но они все равно озвучили сумму. Мол, хочешь, чтобы мы их отпустили, платив 800 тысяч. А после того, как сказали НИСИ, что есть, поймались на 100 тысяч. В ДВД Южно-Казахстанской области факт превышения полномочий категорически отрицают. По заявлению жителей, сотрудники управления собственной безопасности провели внутреннее расследование. Факты, указанные в заявлении, не нашли своего подтверждения. Уголовное дело в отношении полицейских ввиду отсутствия состава преступления приостановлено. Что касается двоих мужчин, привлекаемых к ответственности за оскорбление полицейских, дело рассматривается в суде.